Юбилей у самого сильного человека планеты, Юрия Власова. Легенде советской тяжелой атлетики и кумира Арнольда Шварценеггера, 75. Человеку, который помимо спорта смог бросить вызов даже политикам, объединив физическую силу и интеллект. Александр Бузаладзе о том, что значит в жизни выйти на помост. Кумир миллионов Юрий Власов, штангист с внешностью интеллигента, знаток и поклонник поэзии Верхорна, выпускник Академии Менижуковского. Его называли самым сильным человеком в мире. Я очень любил силу. Я еще нагружал себя дополнительно. И я хорошо подготовлен был к тем нагрузкам, которые предстояло делать. И мне очень легко пошла тяжелая атлетика. Очень быстро и сильно. Главный соперник Власова гигант Пауль Андерсон из США по кличке Подъемный Кран. Объем бедра из Полина 1 метр, вес 170 килограммов. Именно его рекорды и побьет Власов. Власов просит добавить вес. Вести 2,5 килограмма. Такую чудовищную тяжесть не поднимал еще ни один человек в мире. Побит мировой рекорд в троеборе американца Пауля Андерсона. Мы выступали, чтобы не проиграть, а чтобы задавить американцев обязательно. Это было огромной радостью, когда мы побеждали. Американцы приезжали, румяные, загорелые. Они в обилии фруктов купались. Они готовились к Калифорнии, загорелые, здоровые. А мы были их на молоке и мясе. Бутерброд, два яйца, зеленый лук, стакан молока. Оказывается, чтобы стать богатырем, вовсе не обязательно съедать по 10 отбивных. Самый пик карьеры на одном из чемпионатов мира в перерыве между подходами к Власову подведут 15-летнего, жилистого, австрийского подростка. Всего несколько слов чемпиона, возможно, предопределили судьбу и будущее великого культуриста, актера и губернатора Арнольда Шварценеггера. А я наговорил, не помню что, потому что я был возбужден и говорил только не бросай спорт, люби спорт, все будет прекрасно. Я сам прошел через такие испытания и он поверил, слезы на глазах ушел. И я забыл про него. А потом узнал, что он такие добрые слова при мне. А потом подписал, прислал мне фотографии моему идолу и расписался. Я очень тронут был. Дружба с писателем Львом Касилим помогла Юрию Власову осуществить свою давнюю мечту – писать книги. Потом он скажет, что самая большая любовь – это литература. Он пишет первые рассказы, но самое заметное место занимает книга «Особый район Китая», написанная Власовым по данным архивов КГБ и дневникам его отца, советского разведчика и дипломата, полковника ГРУ Петра Владимирова. С 1942 года по 1945 он занимался сбором сведений о революционной армии Китая, о Мао Цзэдуне. Это самая ценная работа Власова была данью отцу. Я его и не видел никогда. Но писал мне постоянно большие письма. И на письмах от 11-12 лет, 13, 14, 15, 16, 17 лет я вырос на этих письмах. Огромные письма, сердечные и с пониманием жизни, с пояснениями того, как и надо, что идти. И, наверное, это было сильнее, чем какое-либо другое воспитание. А спортивная карьера закончилась внезапно. На Олимпиаде 1964 в Токио Юрий Власов, несмотря на отличную физическую форму, неожиданно терпит поражение от партнера по команде Леонида Жаботинского. Ну, в общем-то, оно, конечно, нанесло мне сильный удар, потому что я был... Но я-то очень серьезно готовился к этому поединку, потому что я назначил себе уйти из спорта. И мне хотелось уйти. Естественно, я всегда побеждал. Уйти непобежденным. Он уходил из спорта самым сильным. И, смотря на то, что проиграл Жаботинскому, ушел самым сильным. Он мог еще несколько лет поднимать эту штангу и наверняка встретился со мной. В 90-х Власов пробует себя в политике. Станет депутатом Верховного Совета, потом соперником Ельцина на президентских выборах. Нас выдавали красно-коричневые, красно-какие угодно, что не является правдой. Или частично является правдой. Потому что были люди, которые именно были такими среди оппозиции. Но я как раз выступал против этого. Сейчас литература осталась его единственным интересом и главным делом жизни. Власов продолжает писать. Мне бы здоровье настоящее, большое. Я бы очень много сделал. У меня начато столько книг, что я бы когда посчитал, мне надо лет 60 в жизни, чтобы все закончили. Я очень люблю жизнь. Я не жадничаю, не цепляюсь за нее. Я иду навстречу всем испытаниям, даже сокращая свою жизнь. Но я очень люблю ее. Александр Бузаладзе, Вероника Богма, Наиль Мавлюдзинов, Татьяна Королева и Всеволод Цычев. Вести недели.